Лишиться денег одним кликом мыши вполне реально, предупреждают полицейские. Виртуальное мошенничество сейчас один из самых популярных способов выманивания реальных денежных средств. В отличие от других методов, этот больше направлен на пользователей всемирной паутины, в идеале не знающих всех тонкостей виртуального пространства. Айрат Назипов о том, как действуют мошенники и что делать, чтобы не быть обманутым. На тот или иной сайт заходят, совершают покупки тех или иных вещей. До них просто эта покупка не доходит. Потерять пароль и логин от какого-либо аккаунта, либо же деньги проще простого, предупреждают полицейские. Достаточно одного клика мышью. Например, наклон неизвестных сайтов или интернет-магазинов. Пользователи, думая, что находятся на оригинальном сайте, делают заказ, водя при этом данные банковских карт. Как итог, человек не получает желаемого товара и заодно лишается своих кровных. В отличие зеркального сайта от оригинального, например, или это будет одна лишняя буква, это будет или одна лишняя цифра, или одна лишняя точка. То есть один в один сайт не зарегистрируется никак. Под угрозой и аккаунты в социальных сетях. Получив доступ к странице, мошенник начинает писать от имени пострадавшего его друзьям с просьбой перечислить деньги. Что бы ни случилось, говорят полицейские, не стоит торопиться кликать на подозрительные ссылки, иначе вирус может загрузиться автоматически. Вредоносные программы, сами того не знаю, устанавливают на свой компьютер. Процесс установки на экране монитора они не видят. А уже все сведения, которые сохранены на компьютере, вот этот мошенник, он может посмотреть. Особенно уязвимы телефоны. Для обмана пользователя с помощью гаджета существует множество способов. СМС-сообщения или мессенджеры каких-то поступают. Такие, посмотри, какие у нас совместные фото. Очень много такая рассылка идет. Ты нажимаешь на эту ссылку, думаешь, что там фотография какая-то загружена совместно, а на самом деле это вредоносная программа, и она тем самым закачивает телефон. Или могут на почту приходить, вы выиграли там приз, пройдите по ссылке. Чтобы не попасть в виртуальную ловушку, говорят полицейские, следует соблюдать простые меры предосторожности. Не переходить по подозрительным ссылкам, перепроверять название и дизайн сайтов, читать отзывы, а также регулярно обновлять антивирус на компьютере. Айрат Назипов, Амир Залешев, Вызов 112.